В Москве обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Забайкальском крае, касающиеся предоставления одного гектара земли россиянам. Заседание провел заместитель премьер-министра России, полномочный представитель президента страны в ДВФО Юрий Труднев. Были рассмотрены заявки на создание территории опережающего развития нефтехимической и свободенской. От Якутии в заседании принял участие глава правительства Евгений Чикин. Уколо 63 тысяч человек подали заявки на получение гектара. Люди собираются строиться, люди собираются возделывать землю, заниматься бизнесом. Им в этих процессах надо помогать. Фонд развития Дальнего Востока выделяет на эти цели 6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на фондирование Почта Банка и Внешэкономбанка, потому что сам фонд не может заниматься кредитованием физических лиц, это не его работа, у него просто людей столько нет. А уже Почта Банк и Внешэкономбанк будут организовать эту работу как с частными, так и с коллективными заемщиками. Ставки там начинаются с 8,5%, поэтому это, конечно, существенно отличается от того, что сегодня существует, ну скажем, на кредитном рынке тех предложений. Ну и сроки там достаточно значительные, там до 5 лет по индивидуальным заемщикам и до 8 лет по коллективным.